Здравствуйте, дорогие зрители канала Заметки Момизмата! Продолжаем с вами беседовать про золотые монеты. Ну а сегодня, пожалуй, коснемся такой темы, судьба золотых монет. Иногда для них печальная, причем для примера я взял, может быть, не самую простую монету, опять же, как показатель того, что по-разному эта судьба у монет складывалась. В данном случае мы сегодня с вами посмотрим империалы Александра Третьего. И вот слева монета в превосходном состоянии, не бывшая в обращении, с великолепным четким рельефом, хорошо просматриваем чеканным блеском. Справа монета тоже в блеске с неплохим портретом, но видно, что ее, вероятно, может быть, немножечко чистили, терли. Все вроде бы нормально. Но если мы с вами перевернем, то левую монету мы увидим то, что уже видели с другой стороны, прекрасный рельеф, очень четкие детали, великолепное чеканное поле не обращавшейся монеты. А справа, ну почти вытертое изображение, даже несколько расплющенное, размытая, как так. С одной стороны прекрасная монета. Ну, во всяком случае, вполне достойная. С другой монета как будто специально испорченная. Да и монета все-таки не самая простая. Десятирублевки или империала Александра Третьего сохранились в небольшом количестве при и чаражах изначально не огромных. Поэтому вряд ли с этой монеты могли обращаться совсем уж небрежно и нещадно чистить, когда она находилась в каких-то условиях, коллекции или просто дома в шкатулке. Какие же такие шаловливые ручки привели монету в такое состояние. Но тут, наверное, самым важным ключевым моментом будет именно относительная редкость и встречаемость монеты. Все вы слышали, конечно, о таком понятии, как закладные монеты. Монеты, которые используются при закладке зданий. Будь то храм, очень распространено и русская православная церковь даже неоднократно заказывала у монетного раз специальные тиражи. Монетка, именно золотых монет, которые используются именно для закладки. И, конечно, использование монеты чем-то отличной от других, скажем, уникальной погоды тем, что было начеканено считанное количество экземпляров, конечно, придавало и зданию, которое открывалось, особый почет и особое значение. Закладывались обычно монеты в фундамент после первого камня или первого слоя, но закладывались и в деревянные дома, в избы, соответственно, между фундаментом и первым бревном. И, конечно же, во времена Александра Третьего, ну или в первые годы правления Николая Второго, империал, тяжелая золотая монета, самая большая золотая монета, которую на тот момент мог иметь обычный российский гражданин, а может быть даже и крестьянин, была значительным положением в закладку будущего дома, будь то изба, хата, городской дом, может быть, лавка, магазин, еще что-то. И владелец, конечно же, выложил на данное мероприятие определенный свой капитал, целых 10 рублей золота в империал. Ну а из-за того, что одна сторона бывает лежит на более устойчивой поверхности, ну, например, на фундаменте, неважно из какого материала он сделан и достаточно неподвижен, а другая сторона соприкасается с более подвижной частью дома, с тем же бревном, который может слегка двигаться, расширяться, сужаться. Одна из сторон и стирается сильнее. Вот такие монеты из закладки в наши дни встречаются время от времени. К сожалению, большинство из них уничтожается в плавильных печах у ювелиров, так как ценности для коллекционирования чаще всего такие монеты не представляют, хотя есть исключения. Монеты редких годов, такие как пятирублевки 1910-1911 годов, действительно встречающие в закладках храмов, бывают, появляются в таком виде, что на них изглянуть-то больно, обидно до слез, но в связи с редкостью такие монеты все равно востребованы и стоят достаточно больших денег, так как купить монету в превосходном состоянии не всем, к сожалению, далеко не всем по карману, то что касается именно редких годов. Так и с данным империалом Александра Третьего, скорее всего, бывшим когда-то закладной монеты, но не переплавленным, не уничтоженным, а все таки немножко очищенным и сохраненным для своих будущих владельцев, коллекционеров в таком виде, в котором есть. Так что доходят до нас монеты, которым сто и больше лет, в самом разном виде, в самом разном состоянии, с разной судьбой, но и эта судьба иногда бывает даже интереснее самой монеты. Успешных вам поисков, пополнения коллекции, задавайте вопросы на наш канал, с радостью будем на них отвечать. Спасибо.